Привет! В эфире программа Breaking News Weekly и с вами я, Александр Анатольевич. Мы знаем все о личной жизни звезд, громких премьерах, последних новинках из мира моды и главных светских мероприятиях. Хотите не отставать? Тогда смотрите сегодня в программе. Какая картина будет представлять Россию на премии Оскар? Все о грядущем показе Victoria's Secret, который состоится 28 ноября в Шанхае. И событие номер один в мире киберспорта. Чем удивляет фестиваль Игромир в этом году? Все подробности я расскажу в ближайшее время. Премия Оскар. Это, пожалуй, самое яркое событие в жизни голливудского кинематографа. И несмотря на то, что до торжественной церемонии еще много времени, она состоится 4 марта следующего года, уже сейчас появляется информация о картинах, которые будут бороться за премию киноакадемии. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Не любовь», тот самый, который стал лауреатом Каннского кинофестиваля, будет выдвинут на Оскар от России. Это не слухи, а проверенная информация, которую подтвердил продюсер картины Александр Роднянский. В интервью информационного агентства ТАСС он заявил, «Мы волновались». Сыграла на самом деле репутация режиссера фильма, его награды, успешный прокат для авторского фильма в России, невероятно успешный старт во Франции. Фильм выдвинул российский «Оскаровский комитет», в который входят режиссеры Алексей Учитель и Владимир Кот, а также продюсер Сергей Сильянов. Напомню, что Андрей Звягинцев уже не впервые номинирован на премию «Оскар». В 2015 году его картина «Левиафан» была выдана в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Тогда эта номинация была особенно важна для России. Впервые за 8 лет отечественный фильм был номинирован на «Оскар». Шоу «Виктория Сикрет» — это один из самых ожидаемых показов года. Из раза в раз организаторы не снижают планку и все больше удивляют публику. В этом году долгожданный показ состоится в Шанхае, 28 ноября. И вот несколько фактов о будущем шоу. Прямая трансляция показа будет недоступна. Полная версия шоу появится в сети только через несколько дней после его проведения. По традиции на подиум выйдут лучшие топ-модели современности. Адриана Лима, Александра Амбросио, Жасмин Тукс, Лили Олдридж, Роми Стрейт, Тейлор Хилл, Стелла Максвелл и многие другие. Кстати, для Кэндис Суэйнпол шоу «Виктория Сикрет» станет первым после рождения ребенка. В прошлом году модель не приняла участие в показе из-за беременности. На подиум также вернется Карли Клосс после двухгодичного перерыва. Станут англами «Виктория Сикрет» и сестры Хадид, Белла и Джи-Джи. К сожалению, пока неизвестны имена хедлайнеров, но мы уверены, организаторы приготовят что-то очень интересное и вновь удивят нас. Обувной бренд «Экко» славится качеством и комфортом. Но мало кто в курсе того, что семья создателей марки тесно связана с конным спортом. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях по конкуру, который поддержал бренд. Ну как это было, смотрите в репортаже. Компания «Экко» традиционно поддерживает конный спорт и соревнования по конкуру. И это не случайно, так как основатель компании Карл Тузби был неравнодушен к этому виду спорта. Его внучка профессионально занимается конным спортом. Мы давно дружим с компанией «Экко», и я наблюдаю за развитием. И мне, конечно, очень импонирует тот вектор, который взяла компания в дизайне. Несмотря уже на достаточный опыт принятия участий, ну, волнуемся, настраиваемся. Но самое главное – это эмоциональный настрой на участие. Игромир – это событие номер один. Для тех, кто не мыслит в своей жизни без компьютерных игр и для кого слово «косплей» – это не пустой звук. В этом году организаторы фестиваля привезли в Москву специального гостя – Ричарда Герриота, который известен публике как разработчик игр «Алтима», «Лайн Эйдж» и «Табл Расса». Давайте посмотрим, чем же удивляет этот фестиваль. Дорогие друзья, сейчас мы находимся на фестивале «Игромир». И мне предстоит немного поговорить с выдающимся человеком, имя которому Ричард Герриот. Это одна из самых выдающихся фигур в мире киберспорта. Это космический турист. Это, в конце концов, очень успешный предприниматель. Здравствуйте, Герриот. Здравствуйте. Ричард, я знаю, что вы не в первый раз в России. И я знаю, что вы бываете здесь часто и даже немного говорите по-русски. Скажите, что изначально вас привело в нашу страну? Впервые в России я побывал в 90-х. И с тех пор приезжаю сюда почти каждый год. В этом году, например, приехал по делам, связанным с компьютерными играми. Поводов для визитов хватало и раньше. В частности, приезжал, чтобы совершить космический полет. Ваш отец — астронавт. С самого детства вы близки к космосу. Вы слышите о нем, вы говорите о нем, вы думаете о нем. Скажите, вы стали космическим туристом, потому что у вас просто не было другого выбора? Или вы настолько романтик? Думаю, каждый из нас в детстве мечтал стать космонавтом. Все дети проходят через этот период. Однако впоследствии большинство от этой идеи отказывается. Но у меня ситуация другая. Отец был космонавтом, соседи тоже. Мне казалось, что все вокруг летают в космос. С раннего детства я был твердо намерен побывать в космосе. И как только я начал зарабатывать на компьютерных играх, все средства я вкладывал в развитие коммерческого космического туризма, чтобы самому полететь. А теперь от темы космоса перейдем к компьютерным играм, киберспорту. Скажите, в последнее время в мире компьютерных игр какие произошли изменения? Я компьютерными играми занимаюсь очень давно, до тех пор, как они появились в принципе. Более 43 лет. Так что я наблюдал все изменения, происходившие в индустрии компьютерных игр. Практически каждый раз, как появляется какая-то важная новая технология, происходит скачок в развитии игровой индустрии. Например, такие скачки были связаны с появлением CD-ромов, жестких дисков, интернета, 3D-графики. Скажите, почему компьютерные игры популярны не только среди молодежи и тинейджеров, но и среди взрослого поколения? Давайте попробуем сравнить зрителя, наблюдающего за реальным спортивным состязанием, и любителя киберспорта. Оба получают удовольствие. И основано это удовольствие на одних и тех же причинах. Однако лишь совсем недавно компьютерные технологии достигли такого уровня развития, что киберспорт стал интересным для зрителя. Думаю, киберспорт продолжит развиваться. Я и сам часто играю. Причем чаще на мобильном, чем на компьютере. Но от силы раз в год, не чаще, открываю для себя по-настоящему увлекательную новую игру. Кстати, я до сих пор играю в Pokemon Go, и мне нравится. Допустим, у вас был бы один выбор — играть в одну и ту же игру до конца своих дней. Какую бы единственную игру вы с собой оставили, и играли бы в нее каждый день с удовольствием? Вот так вопрос. Если можно играть не одному, а с партнером, я бы выбрал оригинальную версию Command & Conquer. Поделитесь с нами вашими впечатлениями об Игромире. Я постоянно бываю на фестивалях компьютерных игр по всему миру. И никто не будет отрицать, что российский фестиваль Игромир является одним из лучших в мире. Как с точки зрения качества, так и с точки зрения размаха. И лично мне это позволяет сделать оптимистичные выводы по поводу потенциала русскоязычного рынка. Насколько я знаю, по-русски вы говорите неплохо. Вы могли бы нашим зрителям что-то сказать про компьютерные игры, про путешествия в космос, может быть, какие-то пожелания как опытный путешественник и, конечно, увлеченный геймер? О, русский язык — это очень трудно. К сожалению, не могу похвататься беглым разговорным русским. Инструкции на русском я читаю, но общаться на русском не могу. Тогда пожелайте что-нибудь на английском. Всем привет! Рад вернуться в Россию. Кстати, в рамках подготовки к космическому полету я пару лет жил недалеко от Москвы, в Звездном городке. Это было здорово. Рад оказаться здесь вновь. Приятно видеть такое стремительное развитие индустрии компьютерных игр, побывать на Игромире, Комик-коне. Уже через несколько месяцев привезу вам новую версию «Шрауд оф де Аватар». Затишье перед бурей. Именно так произошло в семействе Джоли Питов. Казалось, что только их отношения пришли в норму, и в интернете стала появляться информация о возможном примирении супругов, как западные средства массовой информации стали вновь публиковать неутешительные новости. Брэд Питт считает, что его бывшая жёнышка плохо влияет на их детей. В частности, голливудскому актёру не нравятся методы и способы воспитания, которые применяет Джоли. Инсайдеры сообщают, что по мнению Пита, Анжелина полностью потеряла над ними контроль. Анонимный источник сообщает, Брэд сильно обеспокоен тем, что их дети не получают должного образования. По его мнению, домашняя форма обучения сильно расслабляет и не даёт необходимого уровня знаний. Более того, актёр уверен, что дети научились манипулировать учителями ради собственной выгоды. Это не секрет, что даже когда Питт и Джоли были вместе, они часто спорили по поводу обучения детей. Брэд настаивал на хорошей частной школе, а Анжелина была сторонницей домашней формы обучения. Также, если верить анонимному источнику, актёр уверен, что экс-возлюбленная не справляется с детьми. Они странно одеваются, ходят по улице босиком и не соблюдают режим. Лечь поздно ночью, а потом проспать до обеда – это абсолютно нормально в этой семье. Представителям клана Кардашиан Дженнер нет равных в мастерстве плетения интриг и порождения слухов. Семья настолько многочисленна, что каждый месяц в сети появляется как минимум одна сенсационная новость, связанная с их фамилией. Беременность, свадьба, развод, болезнь, ограбление и даже смена пола. Список громких инфоповодов стремится к бесконечности. Так, в минувшие выходные средства массовой информации облетела новость о том, что младшая сестра Ким, 20-летняя Кайли Дженнер, ждёт ребёнка от своего нового бойфренда, рэпера Трэвиса Скотта. Папарацци кинулись на поиски фотоподтверждений. А сама Кайли решила ненадолго уйти в тень, ещё сильнее подогревая интерес к своей персоне. Воздержание от социальных сетей, впрочем, продлилось недолго. На днях на странице Кайли в Инстаграм появились её личные фото. Однако, к разочарованию поклонников, разглядеть, беременна она или нет, на снимках невозможно. Кайли предусмотрительно замаскировала живот предметами интерьера. На сегодня у меня всё. Вы смотрели Breaking News Weekly, итоговую программу, которая постоянно рассказывает о самых важных и интересных событиях из мира кино, моды, шоу-бизнеса и знаменитости. Если вы пропустили новый выпуск, ждите. Ждите повторы. Или смотрите онлайн на сайте wfc.tv. С вами был Александр Анатольевич. Пока!